Феникс, Аризона. Место, где проходит крупнейшая в Америке битва за аукционную недвижимость. 36 тысяч. Поднимай до 4. Рай для азартных людей, где каждый день игроки зарабатывают хорошие деньги на домах, которые видят только снаружи. Джекпот. Некоторые таят себе сокровища. Золото, детка. А некоторые — кошмары. Боже! Всё сводится к тому, что их ждёт... Да, за дверью. Это стратегия, и чтобы защитить свою территорию, я пойду на всё. Ты стихнулся? Посмотрим, кто тут мужик. Я Элло, мы из Бруклина. Мама миа, это шутка. Боишься обжечься? Не играй с огнём. Ну давай. Джон Рэй, смотри, не пожалей. Добро пожаловать в высшую лигу. Ну и кто тут король аренды? Мы проникли на рынок Фениксе, теперь успех за нами. Раз, два, три, продано. Битва за недвижимость. Мы взяли Джекса девять месяцев назад. Отличный пёс. Сегодня он будет не только моим лучшим другом, но и партнёром по бизнесу. Хорошо бы он написал Дагу на ногу. Я припрятал кое-что в рукаве. Первый дом на сегодняшнем аукционе находится в престижном районе Феникса на границе района Скоттсдейл и долины Парадайз. Похожие дома с тремя спальнями продаются за 220 тысяч долларов, а за этот дом торги начинаются со 159. Пойдём, дружок, осмотримся. Тебе нравится? Учуял что-то? Я ничего не вижу. Пошли. Джекс, это место изумительно. Под боком супермаркет, рядом парк для собак. Этот дом стоит в лучшем из возможных мест. За свою цену. Идеальный дом. Конкуренция будет жёсткой, поэтому дополнительные меры просто необходимы. Если все решат, что дом занят, никто не захочет его купить. Вперёд! Когда все увидят на заднем дворе собаку, дважды подумают, прежде чем повышать ставки. Задай им жару. И не переживай, если увидишь большого гадкого мужика. Это так. Просторный кирпичный дом. Мне нравятся такие. Мы находимся по адресу A524 Скоттсдейл, штат Аризона. У этого места три больших плюса. Престижный адрес в районе Скоттсдейл, отличные школы в долине Парадайз и самые дешёвые жилищные условия в Фениксе. Некоторые риэлторы продали бы это место за одни и три этифактора. Всё здесь сделано искусно и квалифицированно. По дереву работали плотники, по кирпичу каменщики. Эти люди гордились плодами своего труда. Даже электрика сделана безупречно. С изоляцией, как и положено. Я заметил за воротами собаку. Эй, щеночек! На нём ошейник. Идиоты. Дом занят? Возможен непредвиденный ущерб. И на его устранение могут уйти тысячи долларов. Не хочу ввязываться. Может, он заблудился? Или проник сюда из соседнего двора? Я сбил с толку. И всё же это отличный дом по отличной цене. Попробую его купить, но сильно рисковать не буду. Я ненавижу покупать занятые дома. Не уверен, что он занят. Что там у вас? Я кое-что придумал. Что на этот раз? Делай своё дело и не переживай. 165. Плюс 100. Люди ставят по 100. Пять сотен, четыре сотни. Как же медленно. Надо это прекратить. 168. 100 сверху. 170. 170, 100. Я опас. Я как змея в траве. Отойду в сторонку и понаблюдаю. 71, 500. Э, ты всё? Я просто смотрю. 71, 600. Стоит мне поднять ставку, как скот добавляет сотню. 172. Не так быстро, мистер Хопкинс. И раз, и два. Повышай. 180. Что? Ух ты. Я готов рискнуть, даже если дом занят. Он того стоит. Заткнись. Был бы он свободен. Заткнись. А ты не можешь думать и слушать одновременно. Заткнись. Я даже вижу, как в его голове поворачиваются извилины. Что будешь делать? Пас. Да. И я тут потерял собачку. Не может быть. Джекс. Хороший мальчик. Да ты ничем не гнушаешься, Скотт. Этот гадёныш играет не по правилам. Вперёд, малыш. Скоро приедет Лу. Мы откроем дверь и наполним сумку деньгами. Ты мой красавчик. В пригородах Феникса дома под аренду растут в цене. А это значит, что и конкуренция между перекупщиками увеличивается. Все ищут дом подобный этому. Помимо его вида, вкладчики опираются на стартовую цену в 29 600 долларов, в то время как похожие дома продают вдвое дороже. Неплохая крыша. А вот штукатурка отваливается. Дом выглядит слегка потрёпанным. На нём можно и прогореть. Единственный плюс – цена. Всего 29 600. За 35 тысяч его ещё можно было бы купить, а за большую сумму – увольте. Арендные дома легче содержать, когда они находятся рядом. У нас уже есть два неподалёку, и этот был бы весьма кстати. Дома по таким ценам, как правило, нуждаются в ремонте. Краска, штукатурка и всё прочее. Если в нём нет серьёзных дефектов, можно сорвать куш. Чем закончились утренние торги? Кто купил дом? Дом достался Скотту. Но знал бы ты, что он выдумал. Сразу после торгов он открыл калитку и сказал – Ко мне, дружок? Шутишь? Как дела? Где твоя собака? Отвёз домой. Похоже, мой фокус пришёлся Эду не по душе. Ты бесишься, потому что я сделал деньги. Кажется, его усы вот-вот воспламенятся от злости. Хорошо себя чувствуешь после такой подлости? Да отвали ты. Ты кусок, не скажу чего. Всего-то взял собаку на работу, а сколько шума. Луи, детка! Все на месте. Стив, мы просто обязаны заткнуть Скотта за пояс. Нельзя позволить ему купить этот дом. Остань, ты не в себе. Этот дом был бы нам очень кстати. Хочу сдать его в аренду. Не могу дождаться, когда он будет моим. Ты залишься на Скотта и за трюка собакой. А мы здесь делаем деньги. Скотт получит этот дом только через мой труп. Поднимай сразу до 32. 32,100. 33. Плюс доллар. 34 доллар. Я всё. Спасибо, что приехал. Не думай, что так просто отделаешься. Ради бога. Могу я просто купить этот дом? Эд так зол из-за Джекса. У него явно проблемы с головой. Плюс 500, Лу. Повышай на тысячу. Ты, кажется, вспотел, Скотт. В чём дело? У нас больше нет свободных денег. Я всё. Дом наш. Да. Чего только не сделаешь, чтобы тебя обломать. Обломать меня? Мы тебя обломали. Думаешь? Поглядим. Если с этим домом что-то не так, Эд обломает себя. Не уверен, что Эд был беспристрастен. Он дал волю эмоциям, а мы помним, чем это заканчивается. Боже, милостивый. Кажется, сюда попала бомба. Я заплатил немного больше, чем хотел, и на ремонт осталось не так много. Дом должен быть в товарном виде, чтобы мы получили прибыль. Скотт не будет платить за ремонт. Что за... Да всё не так плохо, Стив. Плитка грязновата, краска кое-где облупилась. Шторы надо повесить. 500-600 долларов, и всё в порядке. Главное, не нервничай. Это я-то нервничаю. Здесь главное – деньги. Надеюсь, всё остальное тоже в порядке. Давай, считай. Классический пример устарелости. Выглядит как дом старого холостяка. Видишь плиту? Это просто смешно. Пол придётся заменить. Шкафчики, столешницы – всё переломано. Здесь всё надо делать заново. На одну кухню уйдёт 10 тысяч. Мусорный бачок – вот где наша выгода. Раз уж мы влезли в это, придётся выкарабкиваться. Ты в это влез. Потому что не совладал со своими эмоциями. Хорошо бы задний двор был идеальным. Это просто катастрофа. Это чей-то розыгрыш. На заднем дворе телефонный столб. На нашем заднем дворе. По крайней мере, здесь есть фонтанчик. Выглядит как огромное птичье гнездо. Да, ещё и с трещиной. Да, трудно не заметить. Знаешь, я достаточно от тебя натерпелся. Ты натерпелся от меня? Мне достаточно своих ошибок, а ты постоянно мне их припоминаешь. Достал уже. Не знаю, что сказать. Я что, должен радоваться? Я тоже в деле. С меня довольна. Пока мы ушли в минус на две тысячи. Единственная ванна в доме ничем нам не поможет. Плитка. Ну, не знаю. Можно её почистить. Ванна нормальная. Да, не так и плохо. Шотите? Откуда в унитазе цемент? Иногда люди так делают, чтобы то, что не досталось им, не доставалось никому. Вандализм – обычная вещь в этом мире, и я слышал о цементе в унитазах. Это кошмарный сон. Цементом могло забить все трубы под домом. В лучшем случае замена унитаза – 400 долларов. В худшем – 10-15 тысяч. Не знаю, что и делать. Что скажешь? У нас цемент в унитазе в доме, который ты купил, потому что не хотел, чтобы он достался Скотту. О выгоде и думать нечего. Осталось узнать, сколько мы потеряем. Нам срочно нужен сантехник. У нас сильное загрязнение туалета. Спасибо. Не могу в это поверить. Это, конечно, не самая удачная моя покупка, но еще не вечер. Сантехник появится позже, и мы еще можем купить другой дом, который покроет расходы на этот. Покупатели направляются в Северный Скоттсдейл, знаменитый своими полями для гольфа. Здесь на продажу выставлен дом с тремя спальнями и начальной ставкой в 443 тысячи долларов. Похожие дома стоят больше полумиллиона долларов. Ух ты. Какая дверь. Отсюда открывается вид на горы. У меня слюни потекли. Очень хочу этот дом. Лучшего и представить невозможно. Ставки взлетят до небес, но у меня есть идея. Если я буду около дома, все будут пытаться перебить цену. Если же меня не будет, все будут думать, почему меня нет. К тому же ставки будут меньше. Я приехал раньше на 10 минут. Никто даже не знает, что я здесь. Красивый дом. С одной стороны, нет соседей, кто-то наверняка безумно его захочет. Отличный дом. Если судить по тому, что снаружи, внутри, все должно быть так же прекрасно. Это не день, а кошмар. Мне надо как-то выбираться, и этот дом может мне помочь. Здесь только я и Джон. А где все остальные? Где Дак и Скотт? Рядом с домом поле для гольфа, сразу за участком. Дак любит такие дома. Спасибо, приятель. Не за что. Да. Ребята даже не догадываются, что я задумал. Это частное поле для гольфа, но мне повезло, я постоянно тут играю. Это здесь. Ух ты, выглядит отлично. Я смотрю задний двор, и никто даже не узнает, что я здесь. Бассейн со спа, яма для костра. Теперь я могу поднять ставку на 20 тысяч. Что там? Есть бассейн. Что там у вас? Я на заднем дворе, и никто об этом не знает. Жди моей команды. Четыреста пятьдесят. Плюс одна. Я слышу их голоса, так смешно. Плюс тысяча. Пятьдесят девять. С половиной. Четыреста шестьдесят. Шестьдесят две. Плюс тысяча. Удачи, ребята. Дождусь, пока останется кто-то один, и накинусь, как кобра на добычу. Плюс пятьсот. И еще сто. Сгораю от нетерпения. Шестьдесят три. Я все. И раз. Все решает время. И два. Сейчас. Десять тысяч, давай. Семьдесят три. Алекс только что перебил. Что? Джон, Даг перебил ставку. Я слышал, как Эд кричит возле дома. Он даже не понимал, что происходит. И два. Тони, что за... Он твой. О, боже. Эй, приятель. Увидел, наконец. Ты играешь нечестно. Это тебе аукнется. Дрянной поступок. Даг ничем не лучше Скотта. Что скажешь? Мне нравится. Он прекрасен, да? Я купил этот дом по цене, на которую рассчитывал. Но это ничего не значит. Надо осмотреться. Давай же. Боже мой. Битва за недвижимость. Разведывательная операция Дага позволила ему поднять ставку на 20 тысяч и купить роскошный дом у поля для гольфа за 473 тысячи. Похожие дома в этом районе продавали за 510 тысяч. И после ремонтных работ Даг рассчитывает получить 17 тысяч долларов. Какие виды. И дом выглядит шикарно. На кону почти полмиллиона долларов. Но если внутри все так же чудесно, как на заднем дворе, мы получим очень хорошую прибыль. Давай же. Боже мой. В яблочко. Какой вид. Просто фантастика. Деревянный пол, травертин, потрясающе. Плюс 10 тысяч за пол, 3,5 за камин. Ничего не надо делать, все прекрасно. Да. Две духовки, техника из нержавейки. 8 тысяч за шкафчики, 5 тысяч за гранит и даже старый набор инструментов. Да. Им еще можно пользоваться. А ты знаешь как? Ну, попробовать ты можно. Думаю, мне этот набор пригодится куда больше, чем тебе. Ладно, твоя взяла. Бум! Только взгляни. В этой ванной есть все. Две раковины, отдельная ванна, душ. Окно в потолке. Бонус в тысячу долларов. Естественное освещение. Я даже не в состоянии перечислить все достоинства этого дома. Посмотрим, что снаружи. Ты погляди. Мечта, а не задний двор. Знаешь, что это? Рай для гольфистов. Именно. Какой дом. Присядь. Расслабься. Мы покупаем дома, но не наслаждаемся ими. Хорошенький сегодня денек, да? А то. Покупай такие дома каждый день. Облегчишь мне жизнь. Ранее Скотт получил дом с тремя спальнями по цене почти на 40 тысяч долларов меньше, чем сравнимые дома в этом весьма популярном районе. Что скажешь? Дом нормальный, а вот район просто замечательный. Удивительно. Обычно ты видишь одни минусы. Все благодаря моему псу Джексу. Все испугались, что дом занят, и я купил его по дешевке. Если внутри все хорошо, мы запросто выручим 30 тысяч. О да. Мы сделаем на нем кучу денег. О да. А что, неплохо? Совсем неплохо. Красивый пол. Надо его заменить. Заменить пол? Скотт совершенно не понимает, что этот пол не для этого дома. Нет, не в этом районе. Надо положить сюда камень. Камень? Это вовсе недорого. А еще надо снести эту стену. Снести стену? Ты что, мастер на все руки? Ты хочешь заработать на этом доме? Лу совсем обнаглел. Кто так разговаривает со своим работодателем? А может, снести весь дом и построить новый? Принести кувалду? Оставь кувалду в покое. Да ладно. Все, сдаюсь. Ладно. Пять тысяч на пол и еще пять на снос этой идиотской стены. Но не смей хвататься за кувалду. Очень мило. Неплохо, но что в этом милого? Все устарело. Что? В таком доме нужна тенника из нержавейки. Скотт, послушай меня. Что ты делаешь? С ума сошел? Я устал от твоих идей. А я устал от того, что Скотт ведет себя как ребенок. Это все устарело. Ладно. Две тысячи на столешнице. Да. Три тысячи на технику. Пять тысяч на все и хватит. Лу настаивает на дополнительных расходах. Это раздражает, но возможно он прав. Этот дом должен стать лучшим домом на всей улице. Доволен? Да. Может, пойдем дальше? Совсем неплохо. Очень даже. Ничего не требуется. Слава богу. Хоть где-то ничего не требуется. Лу, не открывается. Скотт, это замок от детей. Это что? Замок. Смотри. Зачем вешать замок на унитаз? Дети любят играть в туалете. Что за глупости? Иногда дети бросают что-то в унитаз, он засоряется, приходится покупать новый. Такое бывает. Задний двор выглядит вполне нормально. Вылетим и посмотрим? Вылетим? Я не хочу вылезать из окна. Не хочешь? Я не вылезаю в окна. Боже, что за детский сад? Это же просто. Вот, я уже вылез. Приятель. Здесь надо сделать бассейн. Ну на кой черт нам сдался бассейн? Здесь есть джакузи, плюс 10 тысяч долларов. Но это все надо переделать. Во сколько это встанет? Пять? Если переделывать. Надо перекрасить. Интересно, сколько это стоит? Нет, приятель, бассейн не нужен. Здесь нужно сделать газон, привезти тонн 15 камней и повсюду их разложить. Чтобы получить за этот дом кругленькую сумму, надо полностью преобразить задний двор. Хочу, чтобы он выглядел просто изумительно. Ты что, выступаешь в бродвейском мюзикле? Если мне придется разбить здесь газон и накидать камни, чтобы заткнуть лун, я это сделаю. Это нужно? Пять тысяч и получай свой дом. Да с таким ремонтом мы никогда не продадим этот дом. Я горжусь тобой. На этот раз ты все сделал, по-моему. По-твоему? По-моему. Это прекрасно. Вернемся к ребятам из Калифорнии, Эду и Стиву, которые уже ушли в минус на две тысячи, но цемент в туалете может быть у них еще не одну тысячу долларов. Откуда в унитазе цемент? Что случилось? Стив. Кларк. Очень рад. Пойдемте смотреть. Демонтирую унитаз и посмотрю, что еще забито. Если цемент прошел дальше, запущу в канализацию камеру и увидим, где начинается затор. Пойду на воздух. Похоже, цемент проходит дальше. Унитаз не поддается. Я все еще надеюсь, что ремонт обойдется в 300-400 долларов. Сейчас мы залезем в трубу и посмотрим, где начинается пробка. Да, здесь полно работы. Ребята, у меня плохие новости. Унитаз придется перенести. И вместе с ним все канализационные трубы. Придется все здесь перекопать, вскрыть полы, убрать плитку. Моя работа встанет в 12 тысяч. Не могу поверить. Вы серьезно? Да. Это худший сценарий. Когда работа будет окончена, нам придется ремонтировать еще и полы. На все вместе уйдет 18 тысяч. Это половина той суммы, что мы отдали за дом. На покрытие этих затрат уйдут годы. Чем дальше, тем хуже. Это, возможно, худшее приобретение за всю историю Феникса. Думаешь, ты бы справился лучше? Пора браться за работу. Делай все сам. Это все твои эмоции. А ты у нас мистер Идеал. А ты тупица. А сколько раз я выигрывал, Стив? После всего, что произошло сегодня, почему бы мне завтра не побыть на его месте? И посмотрим, какой он умный. Рисковое предприятие Дага помогло ему получить потенциальную выгоду более чем 44 тысячи долларов. Диверсия с собакой помогла Скотту и Лу приобрести очаровательный домик и 19 с половиной тысяч долларов в придачу. Эд и Стив отдали 36 тысяч за дом, в котором придется полностью заменить канализацию, что обойдется им в 20 тысяч долларов. А Джон и Джейс упустили все три возможности и сохранили свои сбережения до следующего раза. Сегодня Джекс оказал мне неоценимую услугу, и я решил отплатить ему тем же. Вперед. Готов к царскому обращению? Привет, Джекс. Сейчас мы все будем мокрые. Какой пиросик. Переходим к главному. Ты помог папочке заработать кучу денег. Всего 50 долларов, и Джекс счастлив, и папочка доволен. Тебе нравится? Огромное спасибо. Не за что. Папочка тебя любит. Боже, обожаю эту собаку. АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА